Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, это первое видео, которое я записываю после того, как я переболела. Достаточно серьезно для меня, я несколько дней была вынуждена соблюдать постельный режим. И вот что я увидела, когда спустилась... Спустилась, на самом деле я спускалась каждый день, чтобы хоть что-то приготовить своим четырем мужчинам. Но вот таким образом они жили без меня, и вот такую кухню я обнаружила. Я показываю вам маленький-маленький кусочек, потому что все остальное, на мой взгляд, у нас только неэстетично, что я решила это даже не пускать в эфир. Сегодня я расскажу вам снова о своих правилах, которые для меня лично проистекают прежде всего из моего минимализма, из минималистичного отношения к своему быту, из простого отношения к своему быту, также к организации пространства вокруг меня, которые помогают мне, маме троих детей, которые готовят очень-очень часто, в особенности сейчас, третью неделю дети у меня дома, иметь всегда идеальный порядок на кухне. И мне это не стоит ни большого труда, ни большого количества времени. Итак, мое первое правило, которое мои мальчики неукоснительно нарушали, скорее всего, каждый раз, это открывается только одна упаковка, чего бы то ни было. Как мы видим здесь, здесь огромное количество открытого печенья, и по всей видимости дети не хотели есть одно печенье, и папа им открывал другое печенье. Я на самом деле прекрасно понимаю своего мужа, полностью заботиться о детях в течение каких-либо трех дней, это очень-очень сложно, я думаю, для любого мужчины. Но, тем не менее, это правило, которое я для себя вывела, открывать только одну упаковку и доедать то, что, в общем-то, есть. Но, конечно же, речь идет об однородных упаковках, точнее, об упаковках с однородными продуктами. Конечно же, если я открою рис, это значит, что я совершенно точно буду помнить, что рис у меня открытый, но если мне нужно открыть гречневую крупу, я, конечно же, ее открою, я не буду никого, ни себя заставлять доедать рис. Нет, речь идет именно о том, что очень часто, как бы абсурдно это сейчас для многих не прозвучало, мы открываем две упаковки риса, потому что мы просто забываем, что где-то в глубине нашего шкафчика, ящичка есть уже открытая упаковка. В особенности это касается продуктов, которые не используем мы очень-очень часто. И в особенности это касается также так называемого детского сегмента на кухне, потому что мы открываем много, мы открываем для того, чтобы хоть иметь какие-нибудь пять минут, чтобы спокойно приготовить ужин и браться на кухне. И могу сказать, что сначала, когда я это правило ввела для себя, его обозначила, я думала, что мне будет очень сложно его следовать, потому что, конечно же, дети привыкли к тому, что когда они хотят вафельки, я достаю им вафельки, просто потому что они знают, что вафельки у нас есть. А когда они хотят шоколадное печенье, не хотят с шоколадной крошкой больше, а именно шоколадное, чтобы мама им открывала шоколадное печенье. Но времена меняются, дети мои растут, и я поменяла также правила. Соответственно, сначала они достаточно, сначала, то есть в течение каких-нибудь двух дней, по привычке просили меня все-таки открыть то, что им хотелось в моменте. Но я несколько раз озвучила им это правило, подготовила их, объяснила, почему это важно для меня. И в итоге мы теперь открываем только одну упаковку печенья, допустим, какой-то крупы, допустим. И, соответственно, у меня малое количество колбочек, вазочек, которые содержат так или иначе, так или иначе, деленные продукты. Как я вообще вышла из этой ситуации? Как вы видите, я пересыпала все однородные продукты в большие стеклянные вазы. У меня хватило места, то есть объем этих стеклянных ваз, таким образом все мюсли перемешались. И да, на следующее утро некоторые дети сказали, мы не хотим вот такие смешанные мюсли, мы хотим либо только кукурузные, либо только из какого-то другого злака. Я сказала, деточки, мои хорошие, вот таким образом мы будем питаться. Это к вопросу о том, что скоро выйдет видео, как я перевела своих детей на безмолочное питание. На самом деле дети достаточно легко принимают определенные правила, если их к этому подготовить, и если им определенные вещи объяснить. Второе мое правило, пока я готовлю, я убираю. Я очень часто варю пасту, я очень часто варю рис, я очень часто варю гречку, все что угодно, на самом деле. Я варю, как и любая хозяйка. Это может быть бульон, который необходимо довести до кипения, потом долго-долго варить на медленном огне. И, конечно же, я стою у плиты, чтобы все это не убежало, потому что я люблю включать на максимум. Моя плита дает такую функцию за несколько секунд разогреваться очень-очень быстро. И, соответственно, чтобы все это потом не выкипало, нужно всегда быть у плиты. И пока я у плиты, я убираюсь. На самом деле, я поняла, что когда ты что-то готовишь, у тебя, как правило, имеются какие-нибудь 5, 7, 10 минут. Все зависит от того, насколько сложное блюдо в готовке. Когда ты, в общем-то, просто должен постоять рядом с плитой и посмотреть. Ага, вот это поджарилось, сейчас я вот это добавлю. А вот между вот этим добавлением какие-нибудь 3 минуты у тебя есть. Если это время использовать на уборку раковины, на помывку посуды, которая использовалась для готовки, на протирание поверхностей, которые также использовались для готовки, то, в общем-то, твоя кухня действительно будет чистой. Просто потому, что ты таким образом очень оптимально используешь время на готовку и на уборку в том числе. Поэтому пока я готовлю, я убираю. Это мое второе правило. А третье мое правило, ну, конечно же, что беру, кладу на место. Это правило тоже мои мальчики нарушали, потому что они брали печенье и не ставили его в верхние ящики, где оно и должно храниться. Более того, они открывали печенье. Для каждой упаковки существует у нас специальная, так называемая, пескотница, то есть колба, большая ваза стеклянная с крышкой, чтобы печенье не пропитывалось влагой. И никто не пересыпал печенье в эти большие колбы. Опять же, я на них не в обиде. Мальчишки, мальчишки, что называется, женщинам женские какие-то дела, мужчинам мужские. Но, тем не менее, я поняла, что то, что беру, кладу на место, это правило, которое очень легко соблюдать. На самом деле, нам часто нет разницы никакой, куда мы положим. Нам, допустим, варочную поверхность, тот или иной предмет, который мы только что использовали на кухне, либо мы откроем дверцу шкафчика и поставим его на место. На самом деле, это вопрос какого-нибудь шаг лево, шаг вправо, отойти, и лишнее движение рукой сделать, допустим, дверцу шкафчика открыть, либо тумбочку выдвинуть. Но, тем не менее, это правило часто нами, хозяйками, нарушается, очень часто усложняет нам неимоверно жизнь, потому что мы имеем всегда, как правило, всегда, как правило, очень часто на кухне мы имеем загруженные поверхности, просто потому что то, что мы взяли, мы не убираем тут же на место. А тем не менее, если это все убирать тут же на место, следовать простому правилу, что взяла кладу на место, то, в общем-то, и проблем не будет, не только на кухне, И вообще, многие, возможно, помнят мою историю с Сережкой. А, кстати, я ее нашла, кстати, я ее нашла. Оставляю кухню чистой с вечера и после завтрака, да, это мое еще одно правило интересное, наверное, стоит мне это вырезать и сказать вот так. Я оставляю кухню чистой с вечера и после завтрака. На самом деле, оставить кухню чистой с вечера, это очень-очень приятно в том, что касается начала своего собственного дня. Я, на самом деле, недооценивала этот момент долгие годы. Мне казалось, что нет никакой разницы, я вообще выше всего этого, я свободнее всего этого, я такая свободная, творческая, к тому же натура. Ну и что, что я встала, у меня на кухне какие-то завалы, ну я возьму и с утреца все помою. Нет, это очень важно для меня, по крайней мере, и, возможно, для вас также, начинать утро с хорошей, не знаю, чашки чая, я не знаю, кто чем завтракает, с хорошего завтрака. А я знаю, что в России, знаю, я сама когда-то так делала, в России приняты обильные завтраки, завтрак это основной прием пищи. Очень многие диетологи так и советуют, в Италии все практически наоборот, да не практически, а 180 градусов действительно наоборот. В Италии, как правило, выпивается чашка кофе взрослым человеком, чашка чая. В моем случае ребенок съедает вот одну вафельку, одну печеньку с молоком, как правило, и все, на этом завтрак заканчивается. Завтрак очень-очень легкий. Поэтому очень приятно начать любой завтрак действительно на чистой кухне. Вообще приятно начать готовку на чистой кухне, это тоже очень важно. Иногда нам предстоит готовка обеда, ужина, и не всегда мы хотим готовить, и гораздо легче будет начать готовку, и с лучшим настроением, если нас ждет чистая кухня, разгруженные поверхности. А то, что касается оставлять с утра чистую раковину, чистую кухню, этому я тоже рассказывала в одном из своих видео, научилась у своих тарятских подруг, потому что нам случалось экспромтом, меня приглашали в гости, нам случалось заходить в квартиру, где я видела абсолютно чистую кухню. При этом я знала, что у меня, несмотря на то, что я не работаю, возвращалась после обеда домой, кухня, в общем-то, загружена посудой, потому что я раньше мыла посуду один раз в день. Таким образом, я спросила у одной своей подруги, а потом у другой, когда ты моешь посуду после завтрака, потому что я знала, что обе они работают, и сразу после детского сада, как отвели своего ребенка, уезжают на работу и возвращаются сразу с работы в детский сад, чтобы ребенка забрать. Мы встречались на площадке, и потом вот таким экспромтом я была приглашена в гости, и они мне, пожимая плечами, в общем-то, удивляясь моему вопросу, говорили, ну, конечно же, после завтрака. И одна моя подруга, она очень хорошо мне сказала, она сказала, Яна, ополоснуть две кружки после кофе и одну кружку после молока детского, это, в общем-то, действительно, три минуты времени. Меня вот это так поразило, вы не поверите, правда, я была гораздо моложе, может быть, поэтому меня это так поразило, и сейчас мне это кажется более чем логичным. Поэтому, действительно, посуды после завтрака, как правило, очень мало, как правило, она нежирная, соответственно, ее можно действительно просто ополоснуть и иметь чистую убранную кухню в течение всего дня, которая будет тебя ждать к возвращению, которая тебя будет ждать и радовать, когда ты вернешься домой. Поэтому, да, чистая кухня с вечера абсолютно точно мое правило, и также чистая кухня после завтрака, ну, и после обеда тоже. Я, на самом деле, три раза мою посуду после приема пищи, но здесь, правда, мы разделили обязанности вместе с моим супругом. Мусор выбрасывать сразу. Какой мусор на кухне я имею в виду? Ну, это прежде всего пластиковые бутылки, которые я обнаружила на кухне, не знаю, почему они лежали на поверхности, где лежать они не должны. Поэтому любой мусор, любая упаковка, любые остатки, отрезанные хвостики от морковки, все, что угодно это может быть, очень важно выбрасывать сразу. Это, на самом деле, даже не три минуты времени, это три секунды времени, но это то, что позволит действительно иметь кухню в порядке и поддерживать ее в таком порядке очень и очень легко. Поэтому мусор выбрасывается абсолютно точно сразу. Еще одна интересная вещь, которую я поняла, еще живем в Москве, но я поняла это интуитивно. Потом осознала, как я люблю говорить, и, конечно же, это очень созвучно с концепцией минимализма. И я поняла, что, ну, наверное, 100% для меня точно, возможно, для вас, 90% все-таки, а для кого-то, возможно, и чуть меньше, это какие-нибудь 80%. Но, тем не менее, очень внимательно нужно относиться к аксессуарам для кухни, потому что для меня лично 100% аксессуаров для кухни – это различные прихватки, полотенечки, различные приборы для вытаскивания косточек, для вынимания, не знаю, макарон, пасты и так далее. Все, что угодно вы только себе можете представить, для меня это 100% аксессуарам на кухне. Это то, что смотрится очень красиво, это то, что смотрится очень стильно, зачастую на фотографиях, допустим, в витринах магазинов, допустим, на какой-то инсталляции. Но это то, что захламляет лично твою кухню, потому что, когда мы живем, ну, по крайней мере, мое ощущение такое на кухне, как хозяйке, чем меньше предметов вокруг меня, тем мне гораздо удобнее. Мне, на самом деле, удобно и на кухне иметь однотипные, совершенно однотипные приборы, не мешалочки разных форматов, размеров и цветов, а, допустим, три, если я знаю, что мне нужны именно три мешалки для сковородки, для какой-то еды, которую я так или иначе готовлю, мне удобно иметь три совершенно одинаковых предмета, при этом я всегда сокращаю количество предметов. У меня сейчас на кухне три кастрюли одинакового размера, это случилось только потому, что я с моря привезла кастрюлю, в которой была еда, и я эту еду с моря увезла как раз-таки в кастрюлях. И могу сказать, что это очень-очень неудобно, для меня абсолютно точно, чем меньше предметов на кухне, тем гораздо-гораздо удобнее. Если вы хотите меньше предметов на вашей кухне, то совершенно точно вы должны присмотреться к аксессуарам на кухне. Для меня лично 100% аксессуаров на кухне, это 100% хлам. Ну и следующее мое правило, которое позволяет мне, как бы странно это ни звучало, иметь не просто красивую кухню, но и кухню в достаточном порядке. Это несколько цветов на кухне. Я очень люблю цветы вдоль варочной поверхности, много раз показывала, я очень люблю цветы на полке, которые у меня имеются на кухне. Почему это приводит к какому-то большему порядку, по крайней мере в моем случае, на кухне? Да просто потому, что цветы занимают то место, где я могла бы положить, не знаю, крышку для чего-то, кастрюлечку для чего-то поставить. И когда цветы занимают это пространство, соответственно, у тебя и нет этого пространства, и ты вынуждена контролировать то, куда, ни в каком количестве ты ставишь. Плюс это очень-очень оживляет. И вообще, когда ты приходишь в место, где красиво, а цветы, безусловно, украшают любое место в нашем доме, то ты гораздо легче поддерживаешь там порядок, потому что ты сталкиваешься с красотой, и эту красоту хочется поддерживать. Ну что ж, вот такие мои правила, которые позволяют мне иметь чистую кухню действительно всегда. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, всем пока-пока.